Представители средств массовой информации. Сегодня, 15 июня, состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Ачинска. Конкурсная комиссия работала в правомощном составе в количестве шести человек, трое из которых были представителями Ачинского городского совета депутатов, трое были назначены распоряжением губернатора Красноярского края. Конкурсная комиссия поставила и подписала протокол о том, что для участия в конкурсе запущены все три подавших документа кандидата. Это Корзик Олег Викторович, это Тарабаев Владимир Владимирович и это Тетенков Игорь Петрович. В соответствии с положением и порядком проведения конкурса, комиссия в два этапа заслуживала кандидатов. Первый этап конкурса это анализ представленных на конкурс документов конкурсантами. Он от одного до пяти баллов оценивался и комиссия оценивала уровень образования кандидата, стаж работы по специальности, стаж работы на руководящих должностях, биографические данные, а также полноту и достоверность представленных анкетных данных и документов. Далее второй этап предполагал рассмотрение программ социально-экономического развития города Ачинска, представленных кандидатами на должность главы города Ачинска. Программы обязательно должны были отражать оценку, текущую оценку социально-экономической ситуации в городе, основные социально-экономические проблемы в городе Ачинске. Также комплекс мер, которые представили кандидаты для реализации своей программы по улучшению социально-экономической ситуации в городе Ачинске. Также предполагаемая структура администрации и срок реализации программы. Это эти обязательные разделы, которые должны быть присутствовать в программе каждого кандидата. Оценивалась целесообразность и выполнимость, осуществляемость программы, ну а также качество подготовки программ. Оценки, полученные по первому и второму этапу конкурсов, суммировались. У нас таким образом, по результатам двух этапов конкурсных испытаний, участники получили следующее количество баллов. На память не помню, только что свежую информацию. Титенков Игорь Петрович 89 баллов, Корзик Олег Викторович 68 баллов, Арабаев Владимир Владимирович 48 баллов. Результаты конкурса были утверждены конкурсной комиссией единогласно. В соответствии с положением и порядком проведения конкурсов, конкурсная комиссия должна отобрать для рассмотрения на сессии кандидатур не менее двух кандидатов. То есть, не менее двух кандидатов, это два и более. Но поскольку в конкурсе принимали участие три кандидата, конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов, набравших наибольшее число баллов. Титенкова Игоря Петровича и Корзика Олега Викторовича. Поэтому у нас по результатам конкурса, конкурс признан состоявшимся. Обидители конкурса, отобранными для участия в сессии Ачинского городского совета депутатов, в качестве кандидатов на должность главы города Ачинска отобраны два кандидата, Титенков и Корзик. Но эти депутаты примут участие, безусловно, в сессии в качестве кандидатов. Сессия состоится, если мне не изменяет память, 22 июня текущего года. Вы же правильно посчитали, максимальное количество баллов, которое мог выбрать кандидат, 90. 90, да. Скажите, а что можете отметить в программе Игоря Титенкова? Игоря Титенкова, ну, программа, во-первых, очень хорошо раскрыта, буквально по каждой отрасли, по каждому направлению. Поэтому, ну, безусловно, она разнится от кандидатов и Тарабаева, и от кандидата Корзика. Скажите, пожалуйста, в прошлый раз членами конкурсной комиссии наивысшая оценка была поставлена Александру Топриеву, который не пробыл в должности полтора года. Как вы думаете, все-таки это ошибка членов конкурсной комиссии? И вообще кто-то должен понести за это ответственность? Ошибка конкурсной комиссии в чем? Мы же оценивали программу кандидата, который на тот момент ее представлял. Ну, он ее не реализовал, получается, обновлений. А сейчас мы не наступаем на те же самые грабли, даем Титенкову тому же самый высший балл? Мы оцениваем качество программы, которую сегодня кандидаты представляют. Спасибо.